Баскетбол делает нас лучше, а мой его красочный. Здравствуйте! В эфире тележурнал «Вид сверху», выпуск номер 19. И в ближайшие полчаса. Он родился под Парижем, а сейчас живет в Санкт-Петербурге, проверяем Эндрю Альбисси кипятильником, лаптями и матрешкой. 6 тысяч километров ради встречи с кумиром Кайлом Хайнсом. История о том, как мечты сбываются. И прямо сейчас матч недели «Зенит Уникс». Начинаем с экскурсии по Петербургу и карьере Владислава Трушкина. В конце нынешнего сезона Владиславу Трушкину исполнится 27, но это лишь его четвертый год в единой лиге ВТБ. До этого он пылил в Суперлиге, а теперь один из тех немногих, кто остался в «Зените» с прошлого сезона и попал в новый состав на исторический дебютный сезон в Евролиге. Именно Санкт-Петербург стал для Трушкина тем городом, где он почувствовал себя своим. За день до принципиального матча «Зенит Уникс» вид сверху встретил форварда, перебравшегося из родной Казани на берега Невы. Для него этот матч особенный по-своему. Но вопреки предрассудкам, общение с журналистами и посещение мероприятий не являются для него проблемой. Открытость в общении — его фишка. Привет! Поехали! Так, едем? Я всегда был открыт, потому что, во-первых, это интересно лично для себя, потому что для личного роста. Я всегда спрашиваю родных, что скажете. И мне там вчера, допустим, был на радио и спросил у сестры, как тебе? То есть он говорит, да, неплохо, но вот есть слова-паразиты, которые ты повторяешь. Да, и ты себе делаешь галочку, повторяйся как-то от этого избавляться. А во-вторых, это очень круто с точки зрения того, что мы должны популяризировать спорт. Мы должны... Мне кажется, баскетбол — одна из таких динамичных, резвых, интересных игр. И ее нужно поднимать в плане популяризации на еще более высокий уровень. Форвард Зенит — оценитель прекрасного и во всех смыслах большой любитель путешествий. В его соцсетях разные города и куча достопримечательностей. В этом плане Петербург с его масштабом и архитектурой — точно его город. Сложно выбрать самый красивый, если честно, потому что, как я убедился в Красноярске, город, прежде всего, делают люди, да, и если есть какие-то близкие, друзья в каком-нибудь городе, то он уже для тебя, по-своему, прекрасен. И, допустим, я играл там в Владивостоке. Замечательный город, который забрал частичку меня там, да, и я с удовольствием бы еще раз сюда приехал, даже просто на пару-тройку дней, чтобы погулять, насладиться видами и солнцем, и морем. Москва, там, сколько лет там был, она такая величественная, просторная, большая. Просто Питер, он как-то все объединяет, и здесь говорят же, что, да, это какая-то есть душа, что ли. И, ну, есть выражение, да, что, типа, Питер по любви, как-то пока он очень, очень так хорошо заходит. Трушкин и «Зенит» в нынешнем сезоне вместе дебютировали в Евролиге. Сильнейший турнир Старого Света расширены до 18 команд, плюс матчи Единой Лиги ВТБ. Нагрузка и уровень баскетбола, которого у форварда в карьере еще не было. Новый вызов и новый уровень ответственности. Мне кажется, для многих команд, даже если кто долго играл в Евролиге, этот год тоже немножко другой, немножко необычный, потому что в Евролиге теперь 18 команд. Да, и даже банально, если в прошлом сезоне было 5 двойных недель, то в этом 7, по-моему, или 8. Мне кажется, мы только-только привыкаем, адаптируемся к тому, что находить все время вот эти эмоции, да, на игру. Сутки до матча с Униксом. Трушкин не отдыхает дома, а едет в торговый центр, чтобы встретиться с болельщиками и лично пригласить их на важный матч. Общение с поклонниками как способ зарядиться положительной энергией. Мы едем в торговый центр, да, наш маркетинговый отдел сделал там площадку для привлечения еще большего числа болельщиков на трибуны. И я так понимаю, что там будут пару активностей с болельщиками, да, то есть мы сыграем в какие-нибудь игры. Плюс это такое неформальное общение с болельщиками. Я знаю, что в Питере одни из таких открытых людей, они любят пообщаться. Можно потолировать за счет? Так, подождите, подождите, подождите. Правила. Я могу накрывать его. Так, а он уже настрелял. Да, да, я нашел, нашел способ, нашел способ. Нашел способ, как жулить. Сделаем, да? Ес! Ровно! Тебя как зовут? Она подпишет, все влодит Саша. Давай, я тебе... А? Это Андра? А полный, это полное имя такое? 18-30, это стоит сомнай. Давай. Паскейбольный, приходи. Во-первых, очень люблю такие мероприятия. Пришли дети, мы поиграли с ними в броски. И это по-хорошему заряжает. И в том числе на завтрашнюю игру с униксом. Мы как раз соперники по турнирной таблице. И для нас эта игра очень важна. Мы, естественно, настраиваемся на победу. Ждем болельщиков на игре. И надеюсь, что игра будет интересная как для болельщиков, как и для нас, игроков. Субтитры создавал DimaTorzok Середина баскетбольного сезона позади, но «Зенит» никак не может стабилизировать свое положение в единой лиге ВТБ. Главная проблема петербургцев – они не могут победить на домашней площадке. Пять поражений в шести матчах. Как итог – отрицательный баланс побед и поражений и балансирование на грани зоны плей-офф. У «Казанцев» тоже не все гладко. Но команда Димитриса Привтиса закрепилась на четвертой строчке и отдавать ее никому не собирается. Более того, в Петербург у «Никс» приехал брать реванш за осеннее поражение. Защитник «Зенита» Антон Панкрашов, бывший капитан у «Никса», выступавший за команду из Татарстана пять лет, летом в «Казани» не стали продлевать его контракт. А потому ветерану, обожающему вызовы, было что доказывать. Несколько попаданий в кольцо от Антона и планка в полторы тысячи очков в единой лиге ВТБ покорена. Отличный повод поставить себе цели на будущее. Наверное, такой показатель моей работы, и не собираюсь на этом останавливаться. Вот это для меня просто цифры, которые, я надеюсь, будут только увеличиваться каждым годом. Приятно. Такой результат, который не всем навел, наверное, под силу перешагнуть. Ну, мне кажется, что у меня будет к концу карьеры гораздо больше цифров. «Зенит» держал матч в своих руках и сразу показал, что его агрессии хватит, чтобы отстоять домашний паркет. Лидер первых минут Матеуш Панитко. Три минуты, три броска и пять очков. Казалось, что поляк просто неудержим, но в первой же четверти Жоан Пласа лишился лидера из-за травмы. Панитко не играл в матче Евролиги против Олимпиакоса, чтобы быть свежим сегодня. Но травма не позволила сыграть и четырех минут в матче. Что мы можем сделать? Плакать? Конечно, эта травма изменила весь наш план. Мы давали ему отдых в прошлой игре для того, чтобы сегодня у нас была ротация игроков периметра. Из-за травмы Панитки мне пришлось давать больше необходимого времени Воронову и Холлинсу. Отсутствие важной боевой единицы в лице Матеуша Панитки сказалось на «Зените» во второй половине. Первую они выиграли, позволив набрать гостям лишь 13 очков во второй четверти. Но после перерыва все перевернулось. За снайперское дело взялся Эрик Макколум. Американскому малышу 32 года, но он считает, что он все еще юн для 20 очков в среднем за матч. Прямо сейчас Макколум – третий в списке лучших снайперов в лиге. Любопытно, что 21 очко Эрик набрал без помощи дальних попаданий. Да я молодой же, чего? Если посмотреть со стороны, то возраст больше всего влияет на твое тело. Стараюсь быть максимально профессиональным, следить за здоровьем. Команда в этом мне очень помогает. Посмотрите на всех успешных игроков. Им всем прилично за 30. Леброн Джеймс, Крис Пол, да много. Вот взять хотя бы спанулисы. В прошлом матче он забил «Зениту» 31 очко. Мне всего 32, так что у меня еще точно есть впереди 3-4 хороших сезона. А настоящий герой вечера – Валерий Лиходей. Российский форвард в прошлом году отправлялся за границу в поисках себя и своей игры. И кажется, заграничная командировка была успешной. В матче против «Зенита» Лиходей вышел в стартовой пятерке. Реализовал два дальних броска, но в память болельщиков, так и соперников. Войдет с двумя шикарными блокшотами. Тот самый момент, когда играть в защите можно красиво. Думаю, что очень эмоционально важно, потому что все бежали ко мне и поздравляли. Так что думаю, что это хорошее было дело. Еще бы 2-3 и попал свободный, тогда было бы просто супер. Но рад, что вот так получилось. Скорее всего, это, конечно, случайность. И именно я набегал в тот момент. Так что я рад, что случайность выполнил на меня. О, это были потрясные блокшоты. Мы вместе живем в номере на выездах, так что это мой парень. Эти два момента придали нам энергию, они развернули матч. Все сегодня отдавали себя полностью, вот так. Нам нужно было чуть больше, чем мы делали в первой половине. Это были крутые моменты. Уникс после большого перерыва буквально перевернул матч, заставив замолчать атаку соперника. В каждой из четвертей хозяева набирали всего по 13 очков, пропустив сокрушительный рывок Казанца в третьей четверти. 18-0. Отыграться уже было просто невозможно. Это был тяжелый матч. Хотел бы поздравить своих игроков за вторую половину. Мы проявили настоящий характер и смогли перевернуть матч. Все шло от защиты, поэтому мы позволили набрать сопернику всего 26 очков. Если сравнивать с первой половиной, это большая разница. Это две разные половины были. В первой половине мы контролировали ход игры. Скажем так, Уникс не мог с нами справиться. Мы отлично защищались, прекрасно нападали. Видно было, что мы на высоком уровне проводим игру. Вторая половина совершенно перевернулась в другую сторону. И уже Уникс контролировал игру. Мы совершали какие-то невынужденные ошибки. И плюс не могли никак остановить пикендрол, с которого они набрали сумасшедшее количество очков. Наверное, здесь самое главное расстройство – это то, что мы в последних нескольких играх избегали падения. И старались контролировать всю игру. А сегодня оно было такое явное, совсем-совсем явное. Из-за этого немножко больше расстройства. То есть если бы мы проиграли в нашем стиле, где мы контролировали игру, было немножко другое поражение. Победа Уникса не вносит серьезных изменений в турнирную таблицу. Но серьезно усложняет жизнь «Зенита», который теперь делит седьмое и восьмое место с главным открытием этого сезона – красноярскими Енисеями. Это рубрика специально для иностранцев Единой лиги ВТБ. Проверять прописку не будем, но тест на знания русской культуры и быта устроим. Эндрю Альбиси родился под Парижем, а теперь живет в культурной столице России и является одним из лидеров «Зенита». Насколько француз успел познакомиться со страной, проверяет вид сверху. Начну с этого. Он милый. Но я понятия не имею, кто это и что он значит для российских людей. Может быть, зимой он выглядит так? А зовут его Журунчик или нет? Не знаю, почему он держит апельсин. Ведь в России я видел не так много этих фруктов. Вопрос хороший, но ответа я не знаю. Приятно познакомиться. А это... Ну ладно. Может, это для ребенка? Детская обувь? Не знаю, но мне они нравятся. Почему вот они связаны? Может, чтобы не ушел далеко? Да я шучу. Не знаю, для чего они. Но выглядят мило. Не знаю, как на английском будет материал, из которого они сделаны. Но это какая-то ткань. Теперь я возьму то, что я знаю. Вот это в России используют, когда ходят в сауну. Им хлопают друг друга по телу. Об этой традиции я знаю, потому что русские парни из команды рассказывали о вашей культуре хождения в баню. Что хлопать так по телу хорошо для восстановления. Так что это здорово. Я вот пока не пробовал, но обязательно схожу попариться в банке. Во Франции мы называем это русская кукла. Для нас матрешка символизирует Россию, как круассан в Францию. Когда мы приезжаем сюда, то сразу на ум приходит эта штука. Не знаю, что она значит для российских людей, но для французов это часть вашей культуры. Да, я знаю, что внутри каждой находится кукла меньшего размера. Они милые. Может, это специально, чтобы есть суп? Потому что я знаю, что русские люди очень любят его кушать. Это как маракасы? Может, с помощью этого у вас пьют чай? И нагревают воду? Кладут эту штуку в воду и нагревают ее? Может, для этого? О, даже стирали с его помощью? Круто! Может, это для рыбы? Это точно сумка. Может, новая дамская сумочка? Для русских девушек? Не знаю. Выглядит экзотично и очень необычно. Как по мне. Сам бы я с такой в магазин не пошел. А вот моя девушка, может быть. В любом случае, вариант неплохой. И последнее. Так, думаю, мы кладем что-то сюда, и после этого можно резать. Или что-то еще. Это для приготовления еды? Нужно положить две каких-то штуки сюда? А, понял. Вы кладете продукты внутрь. Значит, кладем сюда. Отсюда выходит. Теперь понял. Может, я как-нибудь и приготовлю с ее помощью блюдо из русской кухни? Биф, биф. Что-то начиналось на биф. А заканчивалось на ганов. Биф строганов. Я попробовал это, и мне понравилось. Вкусное блюдо. Вы знаете, в российских ресторанах очень много всего вкусненького. Я хочу попробовать все. И постараюсь чаще есть в русских заведениях. Не за что. Спасибо. Он ставит будильник на 4 утра, чтобы посмотреть матчи ЦСКА. А ради встречи с капитаном армейцев Кайлом Хайнсом пролетел 6000 километров. Волнуюсь дико, не верю вообще всему происходящему. Он точно знает, что баскетбол – лучшая игра с мячом. Трогательная история болельщика Сахалина. Я человек из такой глубинки, и мне предоставился такой шанс пообщаться с легендой, не побоюсь этого слова, европейского баскетбола. Легендой ЦСКА у нас в стране одна команда. Если мы говорим про этот баскетбол, то это синоним сразу ЦСКА. А ЦСКА – это синоним Кайл Хайнс. Для меня это однозначно. Это великий день, и она останется в памяти на всю жизнь. Я узнал, что этот парень с Сахалина преодолел 6000 километров, чтобы встретиться с нами. Началась история, мне выдался отпуск. Я понимал то, что баскетбольный сезон в разгаре. Я никогда не был на домашнем матче ЦСКА. И мой любимый игрок Кайл Хайнс. Как бы спортивная карьера баскетболиста недолгосрочная и недолговечная. Я хотел увидеться с игроком. Как-то просто хотя бы побыть рядом, ощутить вот эту всю атмосферу, увидеть его своими глазами. И написал этот плакат без задней мысли хотя бы, чтобы он просто обратил внимание, сфотографироваться с ним, пожать руку на максимум. Это на что я рассчитывал. Получилось так, как получилось. Я в восторге. Нет слов. Я увидел его после игры. Хотел вернуться и поговорить чуть больше, но у нас не было времени после собрания команды. Тогда я написал в Инстаграм и попросил наш клуб найти его и организовать нашу встречу. Мне написали, что приходи в 15.00. Я боялся, что опоздаю, бежал, пришел, оказалось, мне надо сегодня, а не завтра. Просто боялся опоздать и пришел на день раньше, настолько я не опоздал. Хотел правильно ответить на его просьбу и поддержку нашей команды и меня. Спасибо нашим социальным сетям и пресс-службе клуба, что смогли найти его и встретиться. Это хорошая возможность и опыт для меня встретиться и обменяться добрыми словами. И не сей, пожалуй, главное открытие этого сезона в единой лиге ВТБ. Самая восточная команда лиги не только обыграла ЦСКА в первой игре сезона, но и продолжает вести активную борьбу за место в плей-офф. Пришла пора познакомиться с ними поближе. Встречайте, балканский дуэт. Серб Никола Ребич и хорват Томислав Зубчич в рубрике «Я или он?» Кто лучше говорит по-русски? Я учил в школе. 4-5 года в Сербии учил. И у меня, я знаю, больше слова, чем он. Сербский алфавит очень похож на русский, поэтому ему проще. Он еще и читать умеет. Но я продолжаю его учить. Томислав, то есть ты все-таки понимаешь? Да, да, понимаю. Кто лучше отметил новогодние праздники? Да. Мы были все вместе. Я немного старше его, поэтому, скажем так, мне, наверное, было чуточку веселее. Но мы отмечали большой компанией. Было классно. Я был с ним тоже. В одной комнате была целая команда. И у меня было очень весело, как и смешно было. Кто лучше шутит? Мы играем на разных позициях. Для его позиции он бросает хорошо. А он очень хорошо бросает для своей позиции. Мы много бросаем и с разных дистанций. Нам нужен третий, чтобы ответ был правильным. Это нереально для нас. Стоп. Шутка – это не про броски. А, шутка. Шутки, да? Вот он точно нет. Я все время стараюсь улыбаться и шутить. Да я тоже вообще-то. Нет, ну раз он сказал про себя, пусть тогда он. Кто отвечает за музыку в раздевалке? Это для… Ха-ха-ха, никакой музыки. Это для русских парней. Да, русские или американцы. Мы слушаем и то, и другое. И русские песни, и хип-хоп. Какие песни на русском уже успели выучить? Да рэпчик какой-то. Я знаю только… Вот что мы запомнили с нового года. Кто лучше поет? Я точно нет. Мы оба вообще не поем. Парни, которые не поют – это мы. Не, ну можем на своем языке. Так что никто не поймет. Я хочу, я хочу, но просто это плохо-плохо. Кто лучше танцует? Лучший танцор. Ух, да ты прикалываешься. Может быть, чуточку я лучше танцую. Все-все-все, тогда я говорю «он». Я не видел, как он танцует. Да, он не мог видеть. У нас просто не было шансов. Мы просто вместе всего несколько месяцев. Он приехал в команду чуть позже, и просто не было возможности проверить наши умения. Кто больше спит? Это точно он. Абсолютно. Мне просто не надо спать много. Ну я просто старше. Да, он старичок. Тем, кто старше, всегда хочется больше сна. Кто больше сладкоежка? Я фанат сладкого. Как и я. Мы просто поглощаем их. Едим очень много, словно не могу остановиться. Нам ничего не бывает. Мы же тренируемся много. Не переживаем по этому поводу. Мы сжигаем все лишние калории. Кто больше разговаривает с тренером? С тренером? Это я. Да, точно он. Потому что я знаю его давно. Он был и раньше моим тренером. Мы даже родились в одном районе Хорватии. Мы очень давно друг друга знаем. А вот во время игры я... Ну так он защитник, конечно. Я должен разговаривать больше. Вы играете в Красноярске. Вопрос специально для вас. Кто больше любит летать? Перелеты? Скажу, что он. Я уже не могу летать. Для меня очень непросто. Для меня тоже. Просто самолеты слишком маленькие для меня. У нас всегда очень длинные перелеты из Красноярска. Куда бы мы ни полетели, это непросто для меня. Не, но если перелеты на отпуск куда-то, то, конечно, я. Устраивайтесь поудобнее. Нам есть чем вас порадовать. Лучшие моменты недели. Поехали. Обкрываем хит-парад в Краснодаре. Захар Ведищев вышел в старте Лока и ярко начал матч с Енисеем. Бросок с отклонением — не проблема. Всего на счету 19-летнего защитника 16 очков. Лучшая игра в карьере. Йонас Жеребко идет на взлет. Шведский форвард разогнал быстрый отрыв Химок. Янис Тима отсек защитника, а Жеребко завершил атаку мощным слэмом. Майк Джеймс — настоящий волшебник. Нашел Коста Куфосу пасом, не глядя. Армейскому центровому оставалось только забить сверху. Проще простого. Три с половиной секунды на атаку — более чем достаточно. Бранко Миркович выдал чудо-пас на Виталия Люточа. Форвард Смоки Минск едва не оторвал кольцо. Лютый данк. Центровой нижнего Террел Паркс провел всего второй матч за клуб. Зато как? Алиуп от Брэндона Брауна — размашистый данк Паркса. Этот парень не признает авторитетов. Саратов Мухамаду Жайте. Просто машина. Взялся из ниоткуда и зачехлил Константина Буланова. Этот блокшот наверняка будет сниться ему в кошмарах. Идеальная быстрая атака — это к «Зениту». Алекс Ренфро вовремя заметил в подключении Остина Холлинса, Алиуп и эффектный данк Холлинса. Шоу-тайм по-питерски. Марекс Мэрис врывается в хит-парад. Форвард Парме подключился к атаке и завершил комбинацию мощнейшим данком. Александр Петиньо выступил в роли статиста. Не буди лихо, пока оно тихо. «Зенит» разбудил таки Валерия Лиходея и явно пожалел. Два блокшота, один ярче другого. Вначале зачехлил Колтона Айверсона, затем Уилла Томаса. Фееричная защита от форварда Уникса. И автором лучшего момента недели становится центровой автодором у Хамаду Жайте. Гигантский француз выловил передачи без колебаний, вколотил сверху через Марекса Мэриса. Никакой пощады. И на этом все. Увидимся через неделю. И не забывайте, баскетбол — лучшая игра с мячом на планете Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова